Долгое время дело Владимира Бабушкина, больше известного как Вася Бриллиант, хранилось под грифом секретно. Сегодня настало время узнать о нем всю правду. Впрочем, пусть лучше об этом расскажут мои герои. Александр Гуров, генерал-лейтенант милиции в отставке, знает все о воровском мире. Василий Сныцарев, бывший начальник управления Уссоль-Лак, генерал-майор внутренней службы в отставке. Владимир Мартиросов, ветеран московского уголовного розыска. Воры в законе короли криминального мира. Их боятся, уважают и слушаются беспрекословно. Один из них, Владимир Бабушкин, по кличке Вася Бриллиант, стал легендой еще при жизни. Вот, например, что говорят о нем бывалые арестанты, знавшие авторитеты не понаслышке. Вася Бриллиант, он нес такой тяжелый крест. Я не побоюсь, это не кощунство. Я могу его сравнить с Иисусом. До сих пор его помнят, его уважают. Что и говорить. Смелое суждение. Но откуда такое поклонение? В начале 90-х Борис Потапов, в очередной раз осужденный за кражу, находился в Казанской пересыльной тюрьме. Камера на 120 человек. Кто-то разговаривал, кто-то играл в карты. Вдруг дверь открылась, и к ним завели нового арестанта. Такой немолодой, в роговых очках, таких больших. Сумка, ну, небольшая у него. Так, в поношенной одежде. Поздоровался со всеми, говорит. Здравствуйте, арестантский лют. Вместо обычных чая, мыла и табака в сумке у новенького оказался странный набор. Чехов, Достоевский, Лермонтов и даже Теодор Драйзер. Что за необычный интеллигент в очках? Говорил вежливо, не матерился. Слушал внимательно, но о себе ничего не рассказывал. Ну, точно какой-то проворовавшийся торговец или спекулянт, решили в камере. Таких в советские времена на зоне не уважали. Приходит нам малява, что у вас в камере жулик. Вася Бриллиант. Мы прочитали ее, изумились. Да ну где? Никто из заключенных и подумать не мог, что тот самый невзрачный с виду интеллигент настоящий король преступного мира Владимир Степанович Бабушкин по кличке Вася Бриллиант. 78-й год. Москва. За 14 лет до описываемых событий. Молодой сыщик Владимир Мартиросов, вчерашний выпускник Омской школы милиции, был направлен на службу в московский уголовный розыск. И не куда-нибудь, а в отдел, который занимался карманниками. У нас не каждый может работать, поэтому из 10 человек мы выбираем, может быть, одного-двух. Нужно быть очень внимательным человеком, иметь хорошую зрительную память. Так тщательно отбирали сотрудников в отдел не случайно. Воры-карманники считались элитой среди воров. Ведь здесь требовались не только стальные нервы и ловкость рук, но и отличное знание психологии, настоящее звериное чутье. Действовали виртуозно. Открывали сумку, доставали кошелек, из кошелька деньги, кошелек закрывали и клали обратно. Так были обчищены два известных профессора, клоун-карандаш, вдова-генерала и даже племянник видного члена политбюро ЦК КПСС Михаила Соломенцева. А простых людей и не сосчитать. Было видно, орудовал профессионал высшего класса. А поймать транспортного вора, тем более такого опытного, тяжелее всего. Жулик же, он же не дурак, он проверки устраивает, заходит в вагон, тут же выскакивает, двери закрываются, он остался, он перебегает на другую сторону. Посмотрел, поста нету, пошел работать, чисто работать. Это не в магазине, там никуда не денешься, вот он украл, он поворачивается, его раз и задержали. В автобусе надо увидеть, как он совершил эту кражу. В тот день Владимир долго катался от остановки до остановки, выискивая взглядом подозрительных пассажиров. Внимание сыщика привлек мужчина средних лет. Он делал вид, что читает газету, а сам незаметно озирался по сторонам. И вдруг осторожно приблизился сзади к хорошо одетой женщине, протянул руку к ее сумочке. Секунда и кошелек, зазевавшийся пассажирки, перекочевал в карман преступнику. Сомнений не оставалось. Вот он, вор! Владимир бросился, но как назло остановка. Поняв, что его заметили, карманник выскочил на улицу, сыщик за ним. Уже во дворах оперативник догнал вора и сбил его с ног. Надев на подозреваемого наручники, Владимир доставил его в отделении. Но задержанный уверял, к серии краш он не причастен. Проверили, сопоставили все показания. Неуловимый виртуоз, карманник всегда возвращал пустой кошелек на место. Шел на двойной риске, как будто показывал, вот как мы умеем. А этот, этот действовал слишком топорно. И тут новое преступление. Сергей Матвеев, главный инженер военного завода, получил зарплату и только дома обнаружил. Все деньги пропали. 450 рублей. Кошелек в кармане, на месте, но в нем ни копейки. Но каким образом карманник-виртуоз узнал, что инженер возвращается с деньгами? Интуиция? Или есть еще и наводчик? Сегодня бывший заключенный Борис Потапов вспоминает, что потерял дар речи, когда узнал, новенький в их камере казанской пересыльной тюрьмы никто иной, как легендарный вор в законе Вася Бриллиант. В те годы это было не просто имя. Это означало целую эпоху. Он такой раз спокойно улыбнулся и говорит, ну что вы, арестантский люд, есть какие-то вопросы? Есть это, что там? Да подходите, не стесняйтесь, спрашивайте. Сегодня подобное благоговение перед дворами в законе все более остается в прошлом. Бандиты стали наглыми, кровавыми, им даже термин придумали беспредельщики. Однако в советские времена законников очень почитали. так откуда же взялись подобные персонажи? На этот счет имеется ряд версий. Считается, воры в законе появились в 30-х годах прошлого века, во времена репрессий. И сам Сталин якобы захотел упорядочить и криминальный мир. Ведь до этого преступность была крайне разобщена. В России никогда не было организованной преступности. А у нас была Рубин-Гудовщина, или как Пушкин описал, Дубровщина. Вот это у нас было. Дубровских у нас было много. На самом деле первые попытки создать свою мафию были сделаны еще на заре 20-го века. Одним из первых коронованных воров в законе называют Одессита Мишку Япончика в миру Моисея Винницкого. До революции и во время нее он лихо грабил банки, ювелирные магазины и просто богатых людей. Постепенно авторитет Мишки Япончика рос. Воры в законе это профессиональные криминальные деятели, обладающие лидерскими качествами. Это элита преступного мира, которая организовалась как раз для того, чтобы регулятивно управлять организованным криминальным миром. По одной из версий япончик получил свое прозвище из-за характерного разреза глаз. По другой бандит любил рассказывать о жизни японской якудзы в городе Нагасаки. А сейчас внимание! Именно в Нагасаке японские воры придумали целый свод правил и никогда его не нарушали. Моисей Винницкий решил внедрить и в Одессе нечто похожее. Так началась жизнь по понятиям. Изначально понятия они как Библия, они вечные. Не предай, не обмани, будь честен, но к такому же как ты. К такому же как ты это означает к члену преступного мира. Всех остальных можно грабить и обчищать до нитки. Вот такие двойные стандарты. Например, однажды банда мишки япончика, выражаясь современным языком, решила наехать на купца первой гильдии. Тот дань платить отказался. Чтобы сделать его сговорчивее, молодчики, мишки вырезали весь его скот. Угроза действия возымела. Купец отдать деньги согласился. Только вот когда япончик увидел окровавленные трупы животных, то побледнел и упал в обморок. Оказалось, Моисей Винницкий с детства боялся вида крови. Так появилось еще одно воровское правило. Не бери в руки оружие. Воры в законе должны сами свято чтить эти постулаты и следить, чтобы их соблюдали другие. Вор в законе еще и третейский судья. он должен уметь разрешать любые спорные ситуации. Вообще вот эти воры в законе, законники, они, конечно, безусловно, неординарная личность, большие психологи. И обманывать, конечно, естественно, это невозможно. Потому что такое впечатление на них из них, они как через религент тебя гоняют, и вот насквозь они пройдут. Адвокат Карышев фигура отчасти скандальна. Когда-то он защищал знаменитого киллера Александра Солоника. Поговаривали, даже помог тому совершить побег из матросской тишины. Это, конечно, легенда. Да и доказать преступный сговор не удалось. Бесспорно, лидерскими качествами обладал и Вася Бриллиант. Я поражался его умению решать спорные ситуации во всех отношениях. в отношении карточной игры. То есть был такой случай. Два человека один на один играют в карты. А после игры каждый вдруг заявил сокамерникам. Именно он сорвал крупный куш. Выиграл у противника 10 тысяч долларов. И это во времена, когда валюта была еще под запретом. то есть получается непонятка, конфликт, да? Ну, как так? Значит, кто-то из них врет. Половина сокамерников встает на сторону одного заключенного, половина на сторону другого. Еще немного и прольется кровь. Откуда-то появились заточки. Вмешался Бриллиант. им рассудил так. С тебя пять тысяч долларов в общак и с тебя пять тысяч долларов в общак. И чтоб больше карты в руки не брали. Внешне хилый он обладал недюжиной силой духа. Одного взгляда было достаточно, чтобы самый отчаянный зек успокаивался. Ни в пересыльной тюрьме подходили к концу. И однажды Бриллиант признался Борису. Она говорит, я еду умирать. Я говорю, да ладно, дед, ты что, ты умирать как бы со здоровьем, у тебя нормально. Он говорит, а я еду на Селиканск на Белый Лебедь. Меня там убьют. Меня там убьют. Давайте запомним эти слова. предчувствие или Бриллиант что-то знал? Впрочем, не станем забегать вперед. 78-й год. Москва за 14 лет до описываемых событий. Попытки поймать неуловимого вора-карманника, орудовавшего в столице, продолжались. он виртуозно вытаскивал кошельки, потрошил и самое поразительное, кошельки клал обратно. Двойной риск. Зато какой плевок в лицо милиции. Так были ограблены не только простые граждане, но и известный клоун-карандаш и даже племянник члена политбюро ЦК КПСС Михаила Соломенцов. В тот день поступила ориентировка. Преступник может появиться на одном из маршрутов на Бульварном кольце. Старшему оперативнику Якову Глызину и его напарнику предстояло выследить виртуоза, когда он выйдет на дело. Когда задерживаешь старого вора вот такого, он с ним приятно побеседовать, а во-вторых, когда ты его задержишь, он поднимает руки, о-о-о, все, как контора, контора. Поэтому задерживать карманников особо не боялись. Воровские понятия запрещали им носить оружие и тем более оказывать вооруженное сопротивление. Воровские понятия, они отрицают убийство ментов. Отрицают почему? Каждый делает свое дело, да? Я краду, мусор ловит. Так за что мне его убивать? Значит, я хреново что-то сделал, раз он меня поймал. Подозрительного типа оперативники заметили сразу же. Тот проехал две остановки, вышел, перешел на другую сторону, огляделся, снова проехал две остановки, наконец, осторожно подошел сзади к одному из пассажиров, сунул руку ему в карман. вот в ней уже и кошелек. Яков Глызин перехватывает руку карманника, стоять, не с места. Но тот свободной рукой выхватывает нож из-за пазухи и наносит удар оперативнику в спину. К счастью, напарник Глызина не дал карманнику ввести. Тут же были вызваны скорая помощь и наряды милиции. Задержанного доставили в отделение. Пока шли допросы, врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь раненому сыщику. Однако его здоровье было серьезно подорвано. Вот у нас ушел на пенсию Яков тоже по состоянию здоровья. Мы просто воткнули в спину нож. Нападение на оперативника не укладывалось в голове. Ведь все были уверены, они охотятся за вором в законе. Как же он мог взять в руки оружие? Неужели беспредельщик? Со времен кровавой банды Монгола в Москве уже появились подобные бандиты, живущих не по воровским понятиям, а по праву сильным? Чем отличать те воры от этих? Сейчас карманника берешь, ты не знаешь, что ты можешь получить в спину. Раньше я знал, что в 100% я его мог вести вот так, и он никогда себе бы не позволил, что взять там, дернуться, это, ну попал, попал, он сам сознает, что он попался, все. А уж тем же вечером в милиции билась в слезах немолодая женщина. Виртуоз вытащил у нее кошелек, а в нем деньги, собранные по крупицам на операцию умирающим ребенком. Медицина в СССР была, увы, не всегда бесплатна, и именитые врачи редко не брали за свой труд, скажем так, вознаграждение. от простого карманника до криминального авторитета. Лебедь это лебединая песня. Последний хранитель понятий. Его удавили в камень. Давили подло. Кто вынес ему смертный приговор? Бриллиант в законе. взлет и падение легендарного вора. Ходит легенда. Небезызвестный одесский вор Мишка Япончик в мае девятнадцатого пошел на еще один незаурядный шаг. Предложил местному начальнику ЧК сформировать отряд из налетчиков для борьбы с петлюрой. Вначале бандиты смело пошли ватану. Но когда последовала ответная оружейная стрельба, бойцы Япончика решили с них хватит и разбежались. Захватили пассажирский поезд и с песнями направились обратно в Одессу. Не доехали. Большевики окружили дезертиров и в перестрелке Мишка Япончик нашел свою пуль. Так бесславно закончилась жизнь первого коронованного вора. А в назидании будущим поколениям появилось еще одно правило никогда не сотрудничать с властью. Отсюда вытекает еще один пункт воровского кодекса никогда не работать и не служить в армии. Что же остается? Совершать кражи и иные преступления. В результате первые воры большую часть жизни проводят в тюрьме. Часто их биографии можно уместить на одной страничке. Это просто список отсидок. Владимир Бабушкин, Вася Бриллиант в общей сложности за решеткой провел 43 года. Впервые он попал в тюрьму в 20 лет, в далеком 48-м. Война закончилась. Голод, разруха, родители погибли. Восьмерых детей, в том числе и 12-летнего Вовку, воспитывала престарелая бабушка. В роковую ночь неизвестные ворвались в их дом. Убили старушку ради валенок. В душе паренька сначала росла обида на советскую власть. Потом злость и отчаяние. За что? Как ему одному поднять восьмерых детей, когда сам он еще ребенок? Ни образования, ни профессии. И однажды Вовка знакомится с Саньком, разбитным парнем из Беспризорников, с криминальным душком. Начали воровать от трамваев трамваи идет, они там дергали, щипнули. У Вовки оказался настоящий криминальный талант. Никто из мальчишек не мог так ловко вытащить кошелек из сумки. А чтобы усложнить задачу и повеселить подельников, Вовка приноровился подбрасывать пустой кошелек обратно. Мол, знай наших. Повеселить товарищей он будет любить всегда. Даже в старости, когда за плечами останутся многие десятилетия лагерей. Простецкий там может и потрещать, и похихикать. То есть юмор у него там постоянно сыпал. А пока в начале криминальной карьеры Вовка больше оттачивал не чувство юмора, а ловкость и чувствительность пальцев. Для этого постоянно тренировался на грецких орехах и хлебных крошках. Веский орех, он имеет структуру такую с этими рельефами, а крошки, чем больше они твердеют, высыхают, они становятся колхами, чувствительными. Чувствительность пальцев отрабатывает. И вскоре в ремесле карманного вора Вовке Бабушкину не было равных. Так он и получил свое прозвище бриллиант. В 48-м году удача от бриллианта отвернулась. Он был задержан. Шутки ради представился Василий, так и прижилось Вася бриллиант. Тем вечером Борис Потапов еще не догадывался, что видит бриллианта в последний раз. Но неожиданно старик ему признался. Его специально этапируют в колонию Белый Лебедь, чтобы убить. Воры его сами прозвали. Белый Лебедь в Дании силикатной крепче. Белый. А Лебедь это лебединая песня. То есть заключенный вор в законе попал в это учреждение, он мог выйти оттуда уже развенчанно. Соликамская тюрьма Белый Лебедь всегда пользовалась дурной славой. Не страшна тюрьма стенами и колючей проводой. Она страшна людьми, которые там содержатся. Но вы знаете, содержатся там уголовно-бандисты ищемлемент, террористы и так далее, на котором негде ставить пробу. Сегодня в Белом Лебеде сидят пожизненные. А в советские времена сюда свозили отъявленных уголовников. Порядки были жестокие. Вот приходит этап сайди. Их сажают в камеру. Там человек 100. Допустим, сажают в камеру, камеру закрывают. Настает время еды, но разносчики обходят стороной. Один день, второй. без воды, без еды. Потом начинают стучать. Э-э, вы что, дурили, забыли за нас-то? Туда-сюда. Значит, там открывается кормушка из числа помощников администрации, так и сухозабслуги. Заглядывает лицо и говорит, кружка воды 3 рубля. Поехали. А откуда у заключенных деньги? Да, так ломали волю к сопротивлению и побегу. Но кто попадал в Шернова? Матерые убийцы? Насильники? Зато удавалось раскороновать многих воров в законе. Кто-то выдерживал месяц, кто-то несколько лет. Нужно обязательно провести большую работу, убедить его, принудить его, ну и после чего он пишет распокаянное письмо, заявление на имя начальника подразделения и говорит, что все, я больше не занимаюсь вором в законе, я честный человек. Однако с Васей бриллиантом вышла осечка. Раскороновать бабушкина не удалось. Неожиданно его нашли мертвы. 78-й год. Москва за 14 лет до описываемых событий. Сыщики внимательно изучали дело неуловимого гарманника вот уже долгое время орудовавшего в столице. Почерк явно походил на Васю бриллиант. Деньги вытаскивали, кошелек подбрасывали на место. Но выследить вора полдела. Его надо брать с поличным. Бывает так, что ты целый день ноги обобьешь за ним, коешь, он не украл, ты приходишь домой злой, как собака. В тот день внимание сыщиков привлек интеллигентный с виду мужчина в очках. Неужели бриллиант? Людская молва часто окружает воров в законе романтическим ореолом. Там, ну, ограбили богатого, ограбили банкира, ограбили коммерсанта. ладно, бог с ним. Общий смысл, типа, грабь богатых, не трогай бедного. Но вору, живущему, по понятиям, совершенно нет разницы, кого грабить, толстосума или работягу. Мужик копил, копил, на машину себе работал токарем на заводе. Раз к нему домушники зашли на хаду, лопили его, все эти деньги вышли. А воровские говорят, вот в чем, мужик себе опять заработает на эту машину, а я буду сидеть в тюрьме. В 48-м году Вовка Бабушкин, он же Вася Бриллиант, в первый раз угодил за решетку на 10 лет. После этого он оказывался на скамье подсудимых еще пять раз и всегда немалые сроки. За кражи, только за кражи. То есть я не был судимости ни за угоны, ни за разбой, не был такой. Только чисто кражи. В последний раз Вася Бриллиант оказался на скамье подсудимых в 78-м. После долгой охоты сыщикам все же удалось его вычислить и взять с поличным. Но Бриллиант не страшился новой отсидки. Уже давно тюрьма стала для него вторым домом. Самые именитые воры практически не выходили из мест заключения, потому что вор в законе, в местах не столь удаленных, это, скажем так, первая власть, неофициальная первая власть. Наступил 92-й. Бриллиант по-прежнему находился на зоне и никогда не подавал на условно-досрочное освобождение. Он сидел в одном из наших лесных подразделений. Авторитет, большой авторитет, уважаемый авторитет среди преступного мира. В тот день бригада заключенных возвращалась с работы. Бриллианта среди них не было. Вору в законе трудиться не положено. А между тем конвойные заметили их подопечные на веселе. На работе успели выпить. Это большие нарушения лагерного режима. Среди них был заключенный лучший друг Вася Бриллиант. Прострафившихся поместили в карцер. Но вор в законе решился вступиться за друга. Вася Бриллиант просит начальника подразделения, вернее, не просит, а приказывает ему, чтобы его выпустили из штрафного индикатора. А слушаться вора в законе, тем более такого уважаемого, очень опасно. Заключенные могут устроить бунт. Ведь для них любое слово бриллианта закон. Ничего не остается, как выполнить его волю. Однако ОЧП становится известно в Москве, в МВД. Вот такой-то случай, что делать дальше с Вася Бриллиантом? Тогда-то и было принято решение перевести легендарного вора в законе в не менее легендарную и печально известную колонию Белый Лебедь. Причина так называемой ломки воров, она вполне прагматическая. Дело в том, что государство, потеряв значительной степени контроля над ворами в законе, было заинтересовано в налаживании этого контроля вновь. Но в Белом Лебеде Вася Бриллиант пробыл всего несколько дней. Вот официальная версия смерти короля криминального мира. Начал принимать душ, и произошло плохо. Падает и ударяется головой, сердце перестанет работать, и он покидает этот мир. Но бывшие сокамерники Бриллианта уверены, это было убийство. Почему его убили? Потому что, вы представляете, один простой человек, а его боялась власть. Боялась. Был миф о так называемой белой стреле. спецподразделение спецслужб, которое якобы отстрелили занимался стрелом в воров законе. Говорят, что и Солоник принадлежала к этой спецслужбе. Александр Солоник кровавый киллер, на счету которого десятки убийств. Есть мнение, что он мог устранять воров в законе именно по заданию спецслужб. Может быть, к Ваше Бриллианту отправили такого же засланного казачка. Но есть и другое мнение. Начало девяностых. Жизнь в стране стремительно меняется. Меняются и воры в законе. Многие, наплевав на понятие, рвутся в государственную власть, становятся крупными коммерсантами. Происходит отход от воровского кодекса. Воры в законе стали заниматься тем, чем раньше не занимались. Они стали заниматься только экономической деятельностью, причем даже легальной. Старый вор со своими архаичными понятиями попросту стал помехой. Не исключено приговор Васе Бриллианту вынесли его бывшие соратники. Его удавили в камере. Давили подло, шарфом его удавили. Сегодня на могиле Васи Бриллианта не скромный столбик с лагерным номером, а восьмитонный надгробный памятник. Кто его поставил, доподлинно неизвестно. Смерть Бриллианта ознаменовала конец эпохи старых воров в законе. Современные лидеры преступного мира не воруют кошельки, а живут в особняках, ездят на иномарках, имеют семьи и бизнес. Многие молодые люди поддаются этой ложной романтике. Но, к сожалению, прозрение наступает слишком поздно.